Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами живем в такое ответственное время, когда каждое наше дело, каждый наш взгляд, каждое действие, оно взвешивается. И взвешивается не только нами, людьми. Мы можем это сделать не до конца, мы можем сделать это или понять не до конца, но то, что делает Бог, Он взвешивает сердца, души, мотивы. И слава Богу за каждого из вас, кто был вместе с нами в течение этих практически уже семи лет, когда мы вместе двигались и двигаемся по этой дороге, по дороге, которая нас ведет к вечным ценностям. И сегодня я хочу искренне поблагодарить каждого человека, который участвовал в том, что мы делаем, потому как Господь давал нам задания и полагал на ваши сердца в этом участвовать. Участвовать финансами, участвовать с вашим усердием, участвовать вашими молитвами, участвовать тем, чем вы могли. Я хочу выразить вам благодарность. Я делаю это не так часто, но я хочу сегодня помолиться особенно за то, что вы делали в будущем, чтобы это принесло урожай. Дело в том, что каждый посев, он имеет определенный промежуток времени для того, чтобы вырасти. И поэтому то, что сеяли в предыдущие годы, пусть будущность будет обеспечена. И тогда, когда мы слышим такие места Писания, напаяющие других, и сам напоен будет. Поэтому то, что вы вкладывали, и мы могли через это трудиться и не останавливать наше служение, а действовать, исходя из того, что ваше усердие для нас было благословением, то я хочу выразить благодарность вам, благодарность Богу и сказать слово Писания «рука дающего не оскудеет». Я хочу благословить ваши руки, благословить ваши дома, благословить ваши сердца и благословить будущность, чтобы она была обеспечена всем необходимым. Небесный Отец, я благодарю тебя за таковых людей, я благодарю тебя, что их ты сам поставил на нашем пути и благословил действовать с учетом того, кем ты, Господь, нас снабдил. Ты дал нам свои задачи, но ты окружил нас людьми, которых сердца открыты перед тобой. И я благодарю тебя за щедрость, я благодарю тебя за стабильность, я благодарю тебя за твое участие во всем этом. И как обеспечить необходимым результатом их судьбы и жизни, ты знаешь, потому что это выше наших возможностей, но не выше твоих. Ты знаешь точно, как дать успех делам рук, как благословить дела, как дать нужную идею, как дать развитие этой идеи. И поэтому я благословляю каждого человека твоим покровом, твоей защитой, твоим успехом. И я верю, что ты лучший воздаятель, который есть во вселенной, ты щедрый даятель, и твое благословение, которое и обогащает, и печали не приносит, войдет в жизнь каждого человека. Исходя из того текста Писания, который сказал апостол Павел, тот, который сына своего не пощадил, но отдал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего. Поэтому ты знаешь, сколько еще нам надо трудиться на этой ниве, и я принимаю твое полное обеспечение и благословение на грядущие дни, как в своей жизни, так и в жизни тех людей, кто в этом помогал и участвовал. Да будет так. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо всем. Еще раз моя глубокая благодарность и передача вас в Божьи руки. Всего доброго. Будем трудиться дальше, сколько позволит Господь. Иисус Христа.